С начала года инспекторы Красноярского полка ДПС выявили свыше 12 тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с детской безопасностью. Какие нарушения являются самыми распространенными и чем может обернуться халатность родителей, разберемся вместе с заместителем командира полка ДПС Сергеем Малявко. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, какие все-таки нарушения являются самыми распространенными и как с этим бороться? Самые распространенные нарушения на сегодняшний день – это перевозка детей без детского держащего устройства, не пристегнутых ремнями безопасности. Таких нарушений за 8 месяцев было выявлено более 8 тысяч, и только в городе Красноярск. За каждое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей на сегодняшний день. Но прежде всего это влияет на безопасность, это безответственность родителей приводит к травмам, а порой и к гибели детей в результате дорожно-транспортных происшествий. Поэтому мы и хотели на сегодняшний день порекомендовать, настойчиво порекомендовать в целях безопасности использовать детские удержащие устройства, которых на сегодняшний день существует порядка 4 видов. Это люлька до года, это кресло от года до 4 лет. Вот в данном кресле совмещено два вида. Это можно использовать в качестве люльки, убирается внутренность, и после этого ребенок уже усаживается и до 4 лет может спокойно передвигаться. Также в этом кресле используется система изофикс. Это жесткое укрепление в автомобиле, которое в результате дорожно-транспортного происшествия жестко удерживает кресло, и кресло никуда не сдвигается. Ну а также используются еще два вида кресел. Это в зависимости от роста и возраста ребенка, которые крепятся непосредственно ремнями безопасности в автомобиле и совместно пристегивается и ребенок. А вот это вот приспособление? Это приспособление FEST, значит, используется она в третьем и четвертом виде кресел, которые для более взрослых детей, которые уже, скажем так, рослые. Для того, чтобы не использовать вот такую люльку, они, соответственно, занижают ремни, и непосредственно вот эта система накладывается на грудь ребенка, чтобы ремень не проходил, самое главное, по шее. Ну вот наличие такого удерживающего устройства еще не является стопроцентной гарантией безопасности. Его ведь нужно правильно подобрать? Абсолютно верно. Ну здесь нужно будет взять ребенка, приехать в магазин, в котором, скажем так, продаются детские удерживающие устройства, и там уже непосредственно на месте подобрать так, чтобы оно подходило по росту, весу, и было удобно для ребенка. Какие самые распространенные ошибки при расположении ребенка даже в детском кресле в автомобиле? Во-первых, самые распространенные ошибки – это вот подобные кресла, они не пристегивают ремнями безопасности. Есть водитель, а сразу же ремень безопасности пристегивается к креслу вместе с ребенком. Это на сегодняшний день нельзя делать, потому что сразу же приводит к травмам. Кресло должно подобного вида пристегиваться отдельно, а ребенок пристегивается внутренними ремнями, которые расположены в этом кресле. Затем перевозят детей, зачастую не отключая подушку безопасности на переднем сиденье пассажирском. Это точно так же запрещено. В результате ДТП подушка срабатывает, и ребенок получает травму. Вот это самые такие распространенные нарушения. Вообще рекомендуется больше маленького ребенка на переднем сиденье перевозить или все-таки сзади? Вообще сзади самое безопасное место, это посередине между двумя задними пассажирами, это самое безопасное место на сегодняшний день для перевозки детей. А какой штраф предусмотрен за нарушение правил дорожной безопасности? 3000 штраф предусмотрен на сегодняшний день, вот именно за нарушение правил перевозки детей. А если, допустим, в автомобиле перевозится два ребенка, один будет в кресле, а второму просто подложат подушечку и пристегнут ремнем сзади, это допустимо? Все зависит от роста ребенка. Если, соответственно, подложат подушечку, или есть еще на сегодняшний день такое определение, как бустер, это точно так же в виде подушечки подкладывается. Самое главное, чтобы ремень не проходил по шее ребенка. Он должен проходить строго по груди. Есть еще один очень важный вопрос. Он и меня касался в какое-то определенное время. У меня был автомобиль без ремней безопасности. Конструкции не было предусмотрено, ремней безопасности, ни на одном из сидений, кроме водительского. Вот возможно ли каким-то образом перевозить детей в таком автомобиле, если ребенок сидит у родителя на руках? Нет, это запрещено. И сразу же я вас здесь немножко поправлю. Такого не может быть, что только водительское место, оборудованное ремнем безопасности. Видимо, предыдущий владелец транспортного средства эти ремни снял. Поэтому на сегодня с завода-изготовителя такие автомобили просто не выпускаются. Ну и напоследок, какое бы напутствие вы дали всем родителям, которые в автомобиле перевозят детей? Самое главное напутствие – это быть, скорее всего, настойчивым, наверное. Перевозить детей только соблюдая все меры безопасности. Потому что дети – это ваше, наше будущее. И мы должны в полной ответственности относиться именно в плане их безопасности, перевозки детей. И вести в том числе и самим пропагандистскую работу, самим всегда пристегиваться и максимально соблюдать правила дорожного движения. Спасибо большое. Я надеюсь, все родители прислушаются к вашим словам. Напомню, Сергей Малявка, заместитель командира полка ДПС, был сегодня у нас в гостях. Спасибо. Я думаю, что все родители будут более ответственными и начнут, наконец-то, уже правильно пристегивать своих детей.